Четвертый тур Амалиги продолжается прямо сейчас на ваших экранах. Вторая игра этого тура. Будут играть между собой Тирасполь и Молдова Трансгаз. Только что закончили свой поединок футболисты Геотермала и Авангард. Молдова Трансгаз на чужой половине поля. Здесь пару раз мяч начеканил Олега Китурага с центра поля. Но мяч вроде не так уж сильно и летел. Но при этом Журик его зафиксировать не смог. А пока хорошая попытка Сергея Скиценко. Больше шагов назад делать не нужно. Борщ. Прямой удар поворотами в штангу попадает Вадим Борщ. Недаром он за каждый сантиметр боролся со стенкой, чтобы создать себе возможность. Вот эту линию. Пащенко вернулся на поле. Сразу же ввел мяч в игру. Иван Константинов попробует пробить. Да, есть удар. Мяч летит в створ. Но Кябору выбивает его прямо перед собой. Хорошо, что никого из игроков Тираспольского клуба не было на этой точке. Удивил всех. Ну а пока Тирасполь. Здесь Скиценко до самого последнего играет. Ну как здесь можно было не забить. Ну голевейший момент. Просто по ЭДЖ там зашкаливает за 100. Здесь Городецкий буквально с метра от... А тренер ему говорит Виктор Булат, что нужно было залетать прямо с мячом туда. Самому с мячом в чужие ворота. Пока Константин Мандриченко удар поворотами. Гол забивает. Вот так вот. Все просто. Удар почти с центра поля. И ближний угол ворот Молдова Трансгаз. И счет открыт. Нет, все-таки не будет у нас два матча. В туре заканчивается со счетом 0-0 по итогам первого тайма. Константин Мандриченко счет распечатывает в этом поединке. И вот только сейчас есть прессинг. Сергей Журик показал, что будет отправлять мяч вперед. В итоге сыграл с ближним. Выдвинули на себя два футболиста Молдова Трансгаз. И теперь Бурдюжа на чужой половине поля. Еще одна возможность у Тирасполя. И удар в одно касание Дмитрия Поповича. И галкипер все-таки мяч убивает. Кябру был надежен в этой ситуации. Пока слышим свисток, который очень вовремя. Для того, чтобы был игроков остудить. У нас есть несколько минут тоже отдохнуть. Дмитрий Попович оба могут мощно пробить. Но, наверное, будет это все-таки делать. Городецкий удар и перекладина. Мощнейший выстрел. Наверное, галкипер ничего бы уже не смог сделать в этой ситуации. Хотя сделал, посмотрите. Может быть, получится все-таки зацепиться. Нет, но никак его не могут остановить. Футболиста Тирасполя при этом получает опасный момент у своих ворот. В подкате играет Сергей Жульки. Сам же в итоге подбирает, разворачивается и подключает Дмитрия Поповича. Попович будет бить с этой позиции. Вы видели, как грамотно сыграл Иван Константинов. Да, гол в итоге засчитывают все правильно. Классный пас, классный удар Дмитрия Поповича. И не зря он показывает пальцем на Ивана Константинова. Потому что он просто стал и заслонил абсолютно любую видимость для Киабуру. Тот вообще ничего не видел. Посмотрите, как активно. И... Ну, тут был подарок. А подвистник, может быть, уже что-то футбольное сделает? Да, забивает голку в Роге. 3-0. Буквально за одну минуту вот так вот из сложной ситуации, из нервной ситуации Тирасполь создает себе, ну, такую, достаточно комфортную ситуацию на поле. Положение дел сильно меняется. 3-0 за 12 минут до окончания матча. Часто он с таких позиций бьет по воротам. Сейчас откатывает под ногу Гуменюка. Тут красиво разворачивается, убирает защитника. И крестовина! Какая красота! Не залетает в ворота. Но летело очень красиво. И долетело очень красиво, только не результативно. Да, в красоте, конечно, пробил. Но в итоге в защитника Молдова-Трансгаз попадает. Контратаки не будет. Будет обычная позиционная атака. Хотя очень быстрая. Посмотрите, здесь есть футболист Молдова-Трансгаз. В свой актив 3 гола. 3 гола, 3 очка. Да, за каждый гол получается по очку. Все понятно. Кабуру выбивает за пределы поля. Ни одной добавленной минуты. Тирасполь одерживает победу. 3-0. Зарабатывает 6 очков.